МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Торжественные линейки, букеты и белые банты. Для более чем 150 тысяч школьников региона начался новый учебный год. Сменили прописку. Следователи регионального управления отметили новоселье. Лето ушло. Остались воспоминания. Об итогах туристического сезона в интервью программе рассказал начальник управления спорта и туризма Денис Езерский. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Отремонтированные школы, новые учебники, торжественные линейки и радостные, хотя и немного смущенные первоклассники. 1 сентября в Гомельской области начался учебный год. Занятия у более чем 150 тысяч школьников региона начнутся завтра. А пока встречи с учителями, рассказы о летнем отдыхе и первый урок, посвященный малой родине. Наши корреспонденты приняли участие в праздничных мероприятиях, прошедших в рамках Дня знаний 2018. На торжественной линейке во второй средней школе Турова около 170 учащихся. Для кого-то этот учебный год первый, для кого-то последний. У 11-ти классников впереди еще несколько месяцев совместных уроков. Думать о расставании с теми, с кем сидел за одной партой, пока не хочется. Классный руководитель Алексей Мороз говорит, что рад быть наставником в таком коллективе. За годы общения с учащимися мы срослись вместе. У кого-то вторая мама, если классный руководитель, но я им второй папа. Я думаю, что они так же считают, как и я. Эта линейка ученикам и преподавателям второй Туровской средней школы запомнится надолго. Среди почетных гостей премьер-министра Беларуси Сергей Румас. Его приезд именно в эту школу не случайен. 42 года назад будущий руководитель правительства пришел сюда в первый класс. И хотя проучился в Турове Сергей Румас всего год, однако и сегодня это время вспоминает с теплотой. Я даже не знаю, у кого тогда был телевизор. И дети проводили больше времени на улице, зато росли здоровыми. Ловили рыбу, гоняли в футбол. Поэтому воспоминания очень хорошие. И каждый год, бывая в Турове, я вижу, как благодаря усилиям местных властей Туров преображается. Конечно, толчок дал и Туровский молочный комбинат. И я горд тем, что приложил руку к тому, что на моей малой родине в 3000-м Турове построено самое крупное в Республике Беларусь предприятие по производству сыров. В качестве подарков от премьер-министра сертификаты на интерактивную доску и спортивный инвентарь. И еще один подарок – компьютерный класс от председателя Гомельского облсполкома Владимира Дворника. Условия получения образования должны быть равными для всех. Это принципиальная позиция руководителя региона. Еще одно направление, которому в этом году уделялось повышенное внимание – качественное питание в школах. Если мы прошлые годы имели проблему по питанию, то в этом году полностью уложили огромные средства, заменили все то, что было старое у нас. И в этом году полностью все питание передали на управление образованием. То есть сегодня самый главный руководитель, директор школы, он будет смотреть не только за учебным процессом, но и за тем, как сегодня питаются наши дети. И я думаю, что в этом направлении мы ситуацию резко изменим. Улетающие в небо воздушные шары и первый в этом году школьный звонок. Ученики уходят в классы. В этот день в расписании всего один урок, посвященный году Малой Родины. На улице задерживаются только гости и первоклассники с родителями. Вместе они сажают пихтовую аллею первоклассника. Через 11 лет нынешние малыши придут сюда во время своего выпускного. Вторая Туровская школа сравнительно небольшая, всего 168 учеников. Хотя, по мнению учителей, у такой комплектности есть преимущество – возможность дать действительно качественное знание. Для детей это очень хорошо, потому что есть возможность у учителя, каждого ученика, каждый день, каждый урок опросить, проверить его знания, обратная связь. Если есть какие-то недостатки, выявляются в работе или, точнее, в знаниях учащихся, их можно ликвидировать, потому что меньше детей и больше внимания и времени можно уделить каждому ребенку персонально. Это только плюс. Эта школа в деревне Столбун Ветковского района находилась на реконструкции несколько лет. Учащимся приходилось ездить в соседние Светиловичи. Расстояние в 9 километров не было серьезным препятствием. Однако и учителя, и ученики цитируют известную пословицу – в гостях хорошо, а дома лучше. После реконструкции, на которую было потрачено около 3 миллионов рублей, школа изменилась до неузнаваемости. Традиционный школьный звонок, перерезание ленты и первыми порог школы переступают самые маленькие ее ученики. Всего за парты сядут около 80 детей. Для них созданы необходимые условия, соответствующие современным стандартам. Новые учебные классы, мебель, спортивный зал и столовая. Можно смело говорить, что Столбунская школа ничем не уступает городским. В том плане, что год объявлен президентом, год Малой Родины, то это символично для наших жителей сельской местности получить в подарок такой объект. Поэтому самое главное, чтобы наши дети учились достойно, чтобы они понимали, что делает для них государство. Торжественными линейками начала нового учебного года встретили не только школьники. 1 сентября – важный день и для нынешних первокурсников. У этих молодых и амбициозных людей 11 ступеней школьной жизни уже за плечами. Теперь они полноправные студенты одного из престижных вузов страны – Гомерского государственного университета имени Франциска Скорины. И кажется, волноваться уже не о чем, но торжество момента обязывает. Поддержать первокурсников в такой ответственный день собрались руководители и преподаватели вуза, а также почетные гости. В их числе заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Лишенко. В прошлом – выпускник экономического факультета ГГУ. Самая сильная эмоция – это, конечно, вспомнить то, что было чуть больше 20 лет назад, защемило сердце. Приятно видеть, конечно, лица первокурсника. Видно, что ребята, которые пришли сюда учиться, ребята своим умом прошли вот тот школьный путь. И со смысленными лицами, желанием готовиться к учебным процессам. В пользу случая хочется им пожелать ни минуты не терять в своем образовании, не считать, что есть хоть одна лишняя специальность. Я как человек, который уже побыл руководителем предприятия и отрасли, и вот сегодня работаю в правительстве, я скажу, что катастрофически еще не хватает знаний. Поэтому своей речи к первокурсникам я абсолютно откровенно сказал, что этот процесс, он бесконечен. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, Валерий Гопанько, Павел Антонов. Новости недели. Юбилейный 25-й день белорусской письменности проходит сегодня в городе Иваново Брестской области. Праздник в этом году посвящен теме Малой Родины. Он не случайно проводится в нашей стране в первые дни нового учебного года. Образование, информация и культура – отрасли, которые формируют интеллектуальную элиту нации, ее настоящее и будущее. А сейчас о событиях, которыми была отмечена эта неделя в нашем регионе. Обзор от службы информации. Массовая уборка зерновых в регионе завершена. Собрано более чем 610 тысяч тонн зерна нового урожая. Самый большой намолот в этом году на счету хозяйств Будокошелевского района. Около 70 тысяч тонн, 65 тысяч тонн намолотили в Речицком районе. Сейчас аграрии ведут заготовку кукурузы на силос. Эти работы выполнены на 12% площадей. Уборку кукурузы на зерно начали в семи районах области. В Гомельской области в этом году ожидается хороший урожай гречихи. Собранного хватит, чтобы удовлетворить потребности всех учреждений образования региона. Кстати, согласно нормативам, ежедневно школьник должен получать до 40 граммов крупы. Кроме того, по оценкам специалистов области льхозпрода, урожай гречихи позволит дополнительно загрузить мощности перерабатывающих предприятий. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается сегодня в Беларуси. В нашей стране первые промышленные притоки черного золота были получены в августе 1964 года. Сегодня нефтегазовая сфера – одна из ключевых отраслей в тяжелой индустрии Беларуси. В ней заняты 32 тысячи человек, опыт которых востребован и за рубежом. Наши специалисты работают в России, Украине, Венесуэле, Эквадоре. В этом году нефтяники Беларуси планируют добыть 1 млн 670 тысяч тонн черного золота. Аварийный мост через СОЖ закрыли. Путепровод является частью автомагистрали М8. Граница Российской Федерации, Витебск, Гомель, граница Украины. По предварительной информации, вверх по течению будет строиться новый мост. Ослуживший свое объект разберут. Демонтаж конструкции уже начался. Объезд предусмотрен через Гомель. Масштабная благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику» подарила радость сотням детей и помогла семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году. Инициативу активно поддержали местные власти, общественные организации, коллективы предприятий и организаций. На этой неделе яркое праздничное мероприятие прошло в областном дворце творчества детей и молодежи. Школьные портфели от областных властей и депутатского корпуса региона вручили детям, которые воспитываются в опекунских и приемных семьях, а также детских домах семейного типа. Также будущим школьникам показали познавательные спектакли по правилам дорожного движения. Школьников региона с Днем знаний поздравила и областная организация «Белой Руси». Детям показали спектакли, а также устроили для них конкурсы и игры. На праздников ГЦК пригласили воспитанников многодетных, опекунских, приемных и малообеспеченных семей, а также интернатных учреждений и домов семейного типа. 16 первоклашек стали обладателями новеньких ранцев. Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ. Стартовавшая в начале августа акция в школу с добрым сердцем объединила сотни неравнодушных людей. Первые портфели, укомплектованные во время благотворительного марафона, вручили первоклассникам в ветке. Школьные ранцы получили 18 детей. Подобные встречи пройдут во всех районах области. К учебному году подготовился и школьный общепит. В Гомеле для улучшения детского рациона проведена модернизация кулинарного цеха на базе комбината школьного питания. На закупку оборудования потрачено более 300 тысяч рублей. А в обеденном меню учеников появится 17 новых блюд. Среди новинок горячее из мясных продуктов, 7 салатов из овощей и 2 новых вида запеканки из яблок. Три подписанных документа. Таковы итоги встречи делегации китайского города Чинду с руководством Гомеля. В частности, соглашение об установлении побратимских связей может улучшить отношения в области экономики. А основания для этого есть. Китайские партнеры заинтересованы в импорте молочных и кондитерских изделий. Также новые возможности появятся для более тесного сотрудничества в социальной сфере. Гомельская область становится краем благородных оленей. В Речицком районе в лес выпустили 60 животных. Таким образом, их общая численность достигла примерно 450 особей. Возобновлением популяции оленей в регионе занимаются четвертый год в рамках республиканской программы «Белорусский лес». В Гомеле прошли сороковые международные соревнования на Кубок дружбы по пожарно-спасательному спорту. Участие принимали команды Гомельской, Смоленской и Брянской областей. В программе преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание. В итоговом зачете сильнее всех оказалась команда Гомельской области. Второе место у дружины Брянщины и третье у смоленских спасателей. Управление Следственного комитета Республики Беларусь переехало в новое здание. Теперь оно будет находиться по адресу город Гомель, Советская, 34. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители органов власти, силовых структур и почетные гости. С условиями работы, созданными для следователей, ознакомились наши корреспонденты. Этого события в управлении Следственного комитета ждали почти 7 лет. Не то, чтобы у сотрудников не было собственных помещений, но назвать их удобными для работы было сложно. В современном здании не только сделали капитальный ремонт. По сути, от бывшего сооружения, которое длительное время не использовалось, остались только фундаменты, стены. Во время реконструкции постарались учесть специфику следственной деятельности. По два следователя практически в каждом кабинете находилось, что при проведении следственных действий препятствовало качественному проведению допросов. Потому что бывали случаи, когда одновременно с проведением одного допроса второй следователь также проводит допрос. Соответственно, что накладывает свой отпечаток, негативные тенденции в работе. В данное же время практически все следователи находятся по одному, что конкретно и качественно улучшает работу. На торжественной церемонии открытия руководство Следственного комитета, местных органов власти, правоохранительных структур и духовенства. В обращении к сотрудникам пожелание объективности в служебной деятельности при сохранении сотрудниками их лучших человеческих качеств. По большому счету с открытием этого административного здания Следственный комитет завершает этап материально-технического переоснащения областных управлений. Теперь на очереди здания Житковичского, Брагинского, Речицкого и Жлобинского районных отделов. Тестное сотрудничество с областной властью, а также возможность государственной инвестиционной программы позволили нам в достаточно короткие сроки с неплохим качеством наверстать упущенные. Теперь я могу смело сказать, что следователи Гомельщины работают в самых лучших условиях в стране. У нас в каждом новом здании есть комнаты для опознания, у нас прекрасные оптиковолоконные линии в каждом новом здании. Мы закладываем на период возможности дальнейшего функционерной единой автоматизированной информационной системы Следственного комитета. Плюс, конечно же, наполняем каждое новое здание соответствующей кремтехникой. Торжественная церемония открытия нового административного здания Управления Следственного комитета по Гомельской области завершается перерезанием красной ленты и собранием личного состава. С вручением, пожалуй, самых почетных нагрудных знаков за службу и взаимодействие, и за заслуги. Олег Синцеров, Олеся Руденкова, Валерий Гопанько. Новости недели. Первозданная природа. Историко-культурное наследие. Агроусадьбы, санатории, заказники и музеи. Все это за исключением правды морского побережья запросто можно найти в Гомельской области. Индустрия гостеприимства активно развивается в регионе. И дело не только в доходной части. Давно известно, туризм формирует имидж городов и даже государств. Каким выдался летний туристический сезон для Гомельской области и что нужно обязательно учесть при планировании отдыха. Об этом в интервью программе рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денис Езерский. Денис Владимирович, близится к завершению туристический сезон и летний туристический сезон. Можно ли подвести первые итоги? Каким этот сезон выдался для нашего региона? Я думаю, что предварительно уже можно говорить о том, что полугодие и август месяц довольно-таки успешен для туристической инфраструктуры и для того бизнеса, который сегодня в этом направлении у нас развивается. Если говорить в цифрах, по оперативной информации, которую еженедельно, ежемесячно анализирует и собирает Управление спорта и туризма, всеми экспортерами Гомельской области заработано где-то 9,5 миллионов долларов. Это уже где-то 76% от годового плана. И можно говорить о том, что загрузка наших санаториев в летний период и первое полугодие было довольно-таки неплохой. Ну, это и понятно. Были закончены ремонты, которые были прошлые годы проходили. Довольно-таки серьезно по медицинской базе наши санатории поднялись. Поэтому они открылись опять для посещения и по количеству койко-мест, и по качеству предоставляемых услуг. Сегодня они стали опять интересны. Это тоже своеобразную лепту внесло. Ну и надо также говорить о том, что не уменьшилось количество туристов иностранных. Их выросло не только потому, что погода благоприятствовала этому, но и те нововведения, которые были приняты в Республике Беларусь. Это вы правы безвизовый режим? Я сейчас говорю в том числе о безвизовом режиме, увеличении его с 5 до 30 дней. Я думаю, что и это также в дальнейшем будет положительно влиять. Ну, опять же, это откроет дополнительные возможности для наших санаториев, которые смогут теперь работать с Прибалтийским регионом, с Польшей, со странами постсоветского лагеря, с которыми у нас есть какие-то хорошие отношения. Они помнят о той базе, которая была здесь, в Республике Беларусь. И будут, конечно, выбирать в том числе и наш регион для своего отдыха. Ну и те направления, на которые мы сделали ставку, они сегодня оправданы. Я сейчас говорю о спортивном туризме, о организации соревнований, учебно-тренировочных сборов для иностранных команд. И база для этого создана в регионе. Абсолютно верно. Мы довольно-таки неплохо в этом направлении работаем. И я хочу к чести отметить учреждения, которые в этом направлении работают, о том уровне сервиса, который они достигли, о тех возможностях, которые они сегодня готовы иностранным спортсменам предоставлять. И то, что сегодня количество сборов увеличивается, иностранных спортсменов, мы это видим. И сегодня это уже не пару дней, это уже месяцы. И я только один пример приведу. Сегодня Центр Олимпийского резерва Жлобина продает путевки в Ленинградской области и Санкт-Петербурге наравне со здравницами России. То есть сегодня центры по здравлению российские работают, в том числе и по реализации путевок в этот центр. То есть это говорит и о уровне, и о востребованности, и о том... Это показательный пример. Это показательный. Не все спорт-объекты, не все базы отдыха сегодня... Так расторопно, скажем прямо. Работают с центрами по здравлению на территории России. Денис Владимирович, в завершении спрошу о том, как вы проводите свое свободное время, свой отпуск. Что для вас, как для туриста, главное, если не секрет, как провели свободные деньки, свой отпуск этим летом? У меня, к сожалению, нет возможности забрать весь отпуск в одно время. И это не всегда минус? Да, с одной стороны. А с другой стороны, это и хорошо. Отпуск я вынужден разбивать. И в этом году я отдыхал как на территории Республики Беларусь и своей области родной. Я всегда планирую так, чтобы посмотреть что-то новое и посмотреть, как это работает в обязательном порядке. Но вот, если говорить о летний период, мы с семьей ездили в Санкт-Петербург, ездили через нашу гомельскую туристическую фирму, одну из лидеров именно этого направления. Что для вас, как для туриста, главное в таких поездках? Для меня главное, чтобы было комфортно и безопасно, чтобы моя семья получала тот отдых, чтобы мы могли отключиться от работы, да, то есть и посвятить время друг другу. Вот если в отдыхе это удается, то считайте, отдых удался. И когда ты возвращаешься с отдыха, выходишь на работу, у тебя прилив энергии, сил, и ты с удовольствием погружаешься в работу, поверьте, это того стоит. Потому что ты можешь сделать больше, ты можешь сделать лучше, тебе хочется делать. Будем расценивать эти слова как хороший мотиватор для тех, кто делает туризм здесь, в Гомельской области. Спасибо за это интервью и до встречи в эфире. Удачи. А теперь к новостям культуры. На этой неделе в республиканский прокат вышел фильм Дарьи Жук «Хрусталь». Он уже получил ряд престижных наград и теперь приглашен на более чем 20 кинофестивалей по всему миру. Картину увидели в десятках городов Беларуси. Правда, в Гомельской области киносеансы начнутся только 20 сентября. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. В Гомеле бережно хранят уникальную живописную коллекцию народного художника Республики Беларусь Гавриила Ващенко. В галерее, которая с гордостью носит его имя, под бесценные экспонаты знаменитого мастера, а также творческие работы его учеников, коллег и друзей, почти все лето были отведены в выставочные залы учреждения. Сейчас здесь объявлен конкурс в памяти Гавриила Харитоновича, который призван пополнить богатое культурное наследие новыми произведениями современного белорусского искусства. Участие в нем могут принять художники, имеющие профессиональное художественное образование со всей Гомельской области. Для этого необходимо предоставить в картинную галерею свои живописные и графические работы. Единственное условие – эти произведения должны быть созданы в 2018 году. Конкурс А.В. Айчина в памяти народного художника Республики Беларусь Гавриила Ващенко проводится в рамках мероприятий, посвященных году Малой Родины. Он направлен на сохранение и популяризацию традиций белорусского изобразительного искусства, а также пополнение основного фонда галереи. Работы принимаются до 2 декабря по улице Карповича 4 в Гомеле. Более подробную информацию можно узнать на сайте учреждения. Заслуженный деятель искусства Республики Беларусь Владимир Гордиенко передал Хойницкому районному окровеческому музею несколько своих работ и книги по искусствоведению. С творчеством этого автора хорошо знакомы во многих странах мира. Его работа находится в Национальном художественном музее, а также в частных коллекциях в Беларуси, России, Франции и США. Теперь несколько картин появились и в фондах Хойницкого музея. Владимир Гордиенко – местный уроженец, который всю свою жизнь посвятил искусству. Несмотря на мировое признание, он никогда не забывал о своей малой родине и находил время, чтобы приехать в Хойнике. Работа над многими картинами художника вызвана личными переживаниями, так как они посвящены воспоминаниям о родных сердцу местах. Гомельский городской молодежный театр на уходящей неделе открыл 27-й театральный сезон. Артисты представили зрителям премьеру спектакля «Королева красоты» по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Режиссер постановки, хорошо известный гомельчанам по успешной работе «Метод» – Виталь Кравченко. Его новый премьерный спектакль рассказывает о жестком противостоянии двух родных людей. По сюжету за свое женское счастье воюют старая беспомощная мать и ее одинокая дочь. У обеих героинь пылкий темперамент, а потому в ход идут любые средства. Как ни странно, но за всем этим кроется глубокая история, рассказанная о любви и с любовью к людям. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. В картинной галерее Гавриила Ващенко откроются сразу два интересных выставочных проекта. Вниманию посетителей будут представлены дипломные работы 2018 года выпускников Гомельского художественного колледжа, а также произведения участников и победителей областного конкурса творчества молодых художников «Продвижение». Мероприятие обещают порадовать как истинных ценителей традиционного изобразительного искусства, так и любителей новаторских идей. А тем временем Дворец культуры металлургов в Жлобине на следующей неделе приглашают детей и их родителей отправиться в сказочное путешествие-квест под названием «Приключения Красной Шапочки». Юных гостей праздника ждут интерактивные площадки и приятные сюрпризы. С самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова